Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю. Срок сдачи – четвертый квартал 2013 года. Телефоны – 48333 и 48300. Партнер программы новости – клуб танцевального спорта «Лунапарк». Эфир канал РЕН-ТВ продолжает новости Анапы-регион. В студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Смотрите сегодня выпуски. Добро пожаловаться. Мэр Анапы Сергей Сергеев провел личный прием граждан. Ум, честь, доблесть. День военно-морского флота отпраздновали в Анапе в последнее воскресенье июля. Крещение Руси – исторический праздник и наследие целой цивилизации. Об этих и других событиях расскажем прямо сейчас. Проблемы и жалобы разные – выход один. Если вопрос кажется неразрешимым, анапчане идут на прием к мэру. В понедельник, 29 июля, Сергей Сергеев провел очередной прием граждан. 12 обращений, 12 решений в пользу справедливости и правды. О том, что волнует анапчан и с какими вопросами избиратели приходят в приемную мэра, расскажет Наталья Пухальская. Вопрос Елены Сорокиной вызвал быструю и однозначную реакцию мэра Анапы. Сергей Сергеев ответил за всех анапчан и жителей Субсесского сельского округа. Никаких ежелез на месте спортивного объекта ниже ежелез, ни мэра-квартирного строительства в Анапе не будет. Будет спортивный объект. И залевое назначение земельного участка не изменится, только под строительство спортивного комплекса. Волейбольная площадка, игровое, футбольное поле или целый спортивный комплекс. На выбор хозяина участка и в интересах анапчан. Ирине Ли женщина обращается не в первый раз. Даже напоминать о теме вопроса не пришлось. Проблема на контроле мэра Анапы. Дом Ирины после подтопления хутора Уташ пострадал. Семье женщины выделили служебную квартиру. Оформить забыли. Мы переведем сейчас, она же у вас числится служебной, мы ее переведем в обыкновенную и вам отдадим. А срок какой-то? Ну я сейчас буду укороченный, потому что я прошу прощения за своих подчиненных. Команде администрации видит себя Вероника Пабу. Контракт на предыдущей работе не продлили. В своих силах и профессионализме Вероника уверена на все сто. Я училась в Москве, я знаю цены своим знаниями. Я сама училась, я не покупала эти дипломы, я саморазработанционные проекты, которые внедрялись в выселках в Краснодарском крае, передавала Ткачеву Александру Николаевичу. Конкретное решение Сергей Сергеев примет, как только изучит все материалы. Поддержать внучку в ответственный момент пришел Петр Беспалый и тоже обратился к мэру. Обратная связь от избирателей. Большое вам спасибо, что вы мне помогли уголь купить раньше. Пожалуйста. Я и бабушка наварили. Вам большое спасибо. Анна Красноярцева – представитель интересов жильцов многоквартирного дома номер 37 в 12 микрорайоне. Вопрос – многослойный. Перенос предприятия «Лифт» из подъезда жилого дома. Рабочие диспетчеры работают круглосуточно, мешают отдыхать жильцам. Жалобы на обслуживающую компанию «Коммунальщик» и на соседей. Игорь Богданов – житель хутора «Красный» попросил заасфальтировать два участка дороги в населенном пункте и установить или запланировать установку уличного освещения. Неразрешимых вопросов нет, и решения приходят быстро, если рассматривать их в соответствии с законом. Мэр Анапы Сергей Сергеев в понедельник решил 12 вопросов анапчан. Наталья Пухальская, Роман Карпов, Анапа. Регион. 28 июля в России отпраздновали День военно-морского флота. В Анапе причастность к празднику особая. Благодаря выходу в море Анапы имеет статус пограничного города. Во время Великой Отечественной войны всех выпускников старой морской школы призвали на службу на пограничные корабли военно-морского флота. 11 моряков получили звание Героев Советского Союза. Шесть лет назад на базе морской школы в Анапе открыли Институт береговой охраны ФСБ России. Улица, на которой располагается институт, носит имя одного из героев – Ивана Голубца. На торжественной церемонии поздравления в День военно-морского флота побывала Лариса Басова. Подробности праздника в сюжете. Праздник традиционно проходил в морпорту Анапы. Пришли ветераны морфлота России, те, кто просто отслужил срочную службу в морфлоте, курсанты и выпускники моршколы. Для капитана второго ранга запаса Николая Клокова этот день как вечер встречи выпускников. Готовится, волнуется, душа моряка все равно. Вот это душа. Это, конечно, я просто чувствую сама, вот он еще вчера начинает уже волноваться. Поэтому это глубоко. Всех друзей встречаю. Я уже по 20 лет не видел некоторых, потому что жизнь-то разбросала всех. А вот на день в МФ все приезжают и знают, что моршколы как общий дом наш. Институт береговой охраны, продолжив традиции моршколы, объединил более 500 ветеранов-моряков, рядовых и офицеров. Они передают опыт будущим защитникам Отечества. У нас три основных праздника. Это день военно-морского флота, день работника органов безопасности и день пограничника. Это, в общем-то, мой уже 39-й праздник здесь. Я хочу вначале поздравить жителей, гостей города-курорта Анапы, ветеранов морской пограничной службы с этим замечательным праздником. Пожелать всем крепкого здоровья, долголетия. Ну а, конечно, действующим морякам, как говорят, 7 футов подхилем. Уже по сложившейся традиции курсанты-институты и преподаватели устраивают соревнования по видам спорта, связанным с водой. Это эстафета по плаванию на открытой воде, гонка в открытом море на ялах и обязательное, любимое всеми и самими участниками, и зрителями перетягивание каната. Импровизированными трибунами стали пирсы. Для курсантов соревнования очень важны, ведь выступать приходится перед родными, которые будут гордиться их успехами. Военнослужащий должен быть и сильным, и грамотным, и умным. Мы уделяем также внимание занятию спорта, которое у нас на системе проходит, и мы получаем от этого плоды своей деятельности. В частности, в этом году у нас три наших курсанта выполнили нормативы мастера спорта по рукопашному бою. В Институте береговой охраны уже стало традицией. В этот день мы подводим итоги спартакиада института. У нас несколько видов в спартакиаду входят, то есть и виды, которые культивируются в системе Федеральной службы безопасности, где наши курсанты принимают активную часть в спартакиаде образовательных учреждений. В перерывах между состязаниями шел концерт. Царила атмосфера отдыха и приподнятого настроения. Моряки-военнослужащие, их жены, дети, внуки общались, встречались после долгой разлуки. Многие увидятся снова только через год. Лариса Басова, Андрей Стародубцев, Анапа-регион. И к другим темам. 28 июля православные христиане отметили юбилей Крещения Руси. Отсчет новой веры начался с 988 года. Указ внести в список памятных дат этот день издали три года назад. У наших соседей Украина 28 июля считается государственным праздником с 2008 года. В честь памяти равноапостольного князя Владимира. Именно он определил христианство государственной религии на Руси. Как отмечали праздник в Анапе, расскажет Лариса Басова. Анапское благочиние Екатеринодарской и Кубанской епархии при содействии администрации города-курорта организовало большой праздник на театральной площади. Можно было приобрести иконы, освященный хлеб, литературу сугубо религиозную и по воспитанию подрастающего поколения в лучших традициях русского народа. С соблюдением божьих заповедей, важных не только для верующих. Не убей, не укради, не лжесвидетельствуй и так далее. Эти истины вечны. Сегодня наш российский, православный дух Святой Руси пришел к нам на курорт. Почему? Да потому что мы вспоминаем сегодня великую дату – 1025-летие крещения Руси. Если мы будем помнить свое родство, то мы сохранимся как нация. У нас должна быть национальная идея. Всегда, не надо ее изобретать, она всегда была. Это православие, это наша вера, это наша история, культура, которая основана на нашей вере. На праздник приехали гости. Андрей Селиванов – автор-исполнитель песен, баллад на патриотические и православные темы. Актер не впервые в Анапе. В 2008 году он получил приз на киношоке за фильм как режиссер. Выступали народный казачий хор под руководством Анатолия Отрошевича. Воспитанники школы преображения при храме Серафима Саровского. Юные певцы ансамбля казачьей песни «Соловейка». Театр костюма «Мариен» и студия «Мастерская славянский стиль» и «Станицы Анапской» приготовили сюрприз – показ моделей домотканных льняных платьев. В каждой семье свои традиции. Не прикликается, это наша, наверное, память родовая, которая хранит все, что наработано веками. Все лучшее осталось, поэтому все лучшее мы стараемся возродить и использовать в костюме. Воспитанники студии «Славянский стиль» не только шьют костюмы и образца прошлых веков, времен Древней Руси, но и познают православную культуру. День крещения Руси! А вы крещеные? Да! Где вас крестили? В церкви? Да! Как надо креститься правильно? Ну-ка, как креститься? Тысячу лет назад крещение Руси дало мощный толчок к развитию государства российского, объединив разрозненные княжества и города. Сегодня Русская Православная Церковь выступает с предложением придать историческому событию крещения Руси государственный статус. Лариса Басова, Андрей Срадубцев, Анапа Регион. Новость из Российского государственного социального университета. В этом году 203 молодых специалиста получили дипломы о высшем образовании. В прошлом 5 лет обучения, впереди старт карьеры в Анапе. На грани прошлого и будущего побывала Анна Жигалова. В конце июля, после защиты дипломных проектов, наконец наступил долгожданный день для выпускников вручения дипломов. Каждая отрасль нуждается в хорошем специалисте. Работодатели очень избирательны. Они хотели иметь бы у себя в подчинении и на рабочих местах самых квалифицированных, самых лучших, самых ярких и приятных. Я вам желаю найти своего работодателя. Первыми на сцену для награждения пригласили молодых специалистов, обладателей дипломов с отличием. Золотой запас вуза, 41 выпускник. 5 лет студенты были гордостью университета, занимались активной научной, общественной и творческой деятельностью. Дипломы о высшем профессиональном образовании вручили специалистам нескольких направлений. Юриспруденция, социальная работа, реклама, менеджмент организации, финансы и кредит, автоматизированные системы обработки информации и управления. Для выпускников РГСУ вручение дипломов не просто торжественный день. Это настоящий праздник. А на праздник, как известно, принято дарить подарки. Действующие и давно окончившие родной вуз студенты подготовили для всех присутствующих творческие подарки. Анна Жигалова, Роман Карпов, Анапа. Регион. На сегодня это все новости. В завершении выпуска прогноз погоды на завтра. Прогноз выходит при поддержке наших партнеров. Салоны магазина изделий из камней самоцветов Тайной Медной Горы и торгового центра «Алиса». Всегда удачный шоппинг в центре города. У каждого из нас свои желания. Кто-то любит шоппинг. Кто-то не любит шоппинг. Кто-то любит играть. А кто-то любит себя. Торговый центр «Алиса» Исполняет ваши желания. Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин Тайной Медной Горы приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон-магазин Тайной Медной Горы подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу Улица Крымская, 114. В среду, 31 июля, в Анапе ясная и солнечная погода. Температура воздуха днем плюс 24-26 градусов, ночью плюс 23. Ветер юго-западный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды в Анапской бухте плюс 24 градуса. Далее блок полезной информации от партнеров программы производственного предприятия «Меркурий-2» и клуба танцевального спорта «Луна Парк». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю. Срок сдачи – 4 квартал 2013 года. Телефоны 48-333 и 48-300. Они стали легендой. Девятикратные чемпионы мира. Клуб танцевального спорта «Луна Парк». Стань одним из нас. Стань чемпионом. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...